Из-за высокой степени износа здание, в котором располагается Дом культуры поселка Нельминос, планируется снести. Об этом сегодня шла речь на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Далее все подробности. Ранее, во время одной из встреч с парламентариями региона, местные жители высказали пожелание о том, чтобы в существующем Доме культуры был проведен капитальный ремонт. Впрочем, как выяснилось позднее, степень износа строения составляет 77%. Кроме того, в здании неоднократно происходили возгорания. По словам вице-губернатора Натальи Сидоровой, проводить капитальный ремонт в Доме культуры нецелесообразно. С этим согласен и глава муниципального образования Михаил Талеев. У него была встреча с губернатором, где также это решение было поддержано. Все-таки о сносе старого здания ДК. И параллельно мы начинаем работу по строительству нового ДК в данном населенном пункте. На сегодняшний момент у нас сложилась экономия по сносу ДК в поселке Искателей. И, соответственно, данной суммы, передвижку, которую могут сделать финансов, то есть, сразу говорю, это не через бюджет, я имею в виду без внесения изменений в закон. Данной суммы хватает, в принципе, на снос ДК в Нельминоси. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, необходимо, чтобы глава муниципального образования обсудил этот вопрос с местными жителями. Ну вот сегодня тогда, если мы говорим о том, что на самом деле пожароопасный, да, там может быть угроза жизни, то необходимо, чтобы, ну как бы рекомендация Натальи Александровны о том, чтобы Талеев, глава, переговорил непосредственно, он знает, кто присутствовал из-за людей, значит, что переговорил с этими людьми и объяснил ситуацию, чтобы так не получилось, что вот приехали депутаты, поговорили, уехали и приняли другое решение. Обсудили на заседании и выбор территории под строительство нового Дома культуры. По словам Натальи Сидоровой, рядом с ФАПом есть сформированный участок, подходящий для этих целей. Впрочем, парламентарии настаивают на том, чтобы этот вопрос был решён с учётом мнения местных жителей и предлагают рассмотреть возможность возведения объекта на месте существующего здания Дома культуры. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.